То, что в самые трудные для системы года на Барвихе удалось сохранить лучшие кадры, сегодня приносит свои плоды. Ветераны – отличные наставники для молодых сотрудников. Поэтому в местном отделении полиции их всегда ждут, к ним относятся с большой теплотой. А они всегда спешат сюда, когда есть время и силы. По духу своему они как были милиционеры, так и остались милиционерами. Поэтому вот преемственность поколений и, в общем-то, наше подразделение Барвихинское, оно всегда было очень дружное и всегда уважаемых людей. Здесь работало очень много именно уважаемых людей, которые раскрыли такие преступления, которые были резонансными не только в масштабах Одинцовского района или Московской области, но и в масштабах, скажем так, всей страны Российской Федерации. Подразделение было создано в 1970 году по личному указанию всесильного замминистра МВД Юрия Чурбанова. Уже тогда на территории его обслуживания проживала культурная, научная и, конечно, политическая элита государства. Пользуясь случаем, Игорь Хохлов вручил ветеранам отделения памятные знаки к 45-летию отделения. За 45 лет в жизни отделения бывало всякое. Порой приходилось расследовать и преступления, совершенные против высоких государственных лиц, или выступать в роли психотерапевтов для важных чиновников и их окружения. Но это курьезы. Конечно, при личных встречах молодежь и их наставники говорят в основном о более серьезных вещах. Ветераны своей сменой, в общем, довольны. Глядя на современную молодежь, у меня всегда возникает двойственное чувство. С одной стороны, я понимаю, что намного все сложнее стало. И, кажется, на фоне всех этих сложностей им тяжело работать и заниматься теми делами, которые мне знакомы, в чем их суть. Но, с другой стороны, мне кажется, с высоты возраста, что мы вроде были бы и подобросовестнее, и более так старательные. Но, мне кажется, это субъективно. Все-таки для того, чтобы правильно понять, чем они дышат, и как им легко или трудно, надо окунуться в их шкуру и поработать на его месте. Тогда сразу поймешь, в чем я прав, а в чем не прав. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.